Всем привет! Хочу рассказать о кроссовках Милтек Труперы 2,5 дюйма. Их цена порядка 56 долларов. Юзались в сезон лето и зиму с августа по февраль. При температуре в минус 12 уже зимой пришлось, конечно, их сменить на зимнюю обувь, потому что начали промерзать ноги. Но в конце января, когда уже потеплело, где-то при минус 15, снова вот в них. Верхний материал, как оказалось, это, судя по всему, велюр, как подсказали умные люди. Он хорошо пропускает воду, то есть влаги они боятся. Верхняя поверхность ноги быстро промокает. Надо чем-то обрабатывать, да? Да, то есть нужно их обрабатывать специальными составами. На сей день в процессе носки трещин на изгибах нигде ничего не обнаружено. Никаких мятин, дефектов, никаких повреждений не видно. Форма, сама геометрия в носке, вот в этих местах с самого начала, задавливает мизинец и крайние два пальца. То есть создаются искривления и неудобства. Вот в этих местах. Сама середина растянулась и очень быстро как бы разносилась. То есть получается в середине, вот в этих промежутках, сам материал расширился, что создает определенный некомфорт. То есть нога в этом месте болтается по горизонтали. Подъем четко фиксирует ногу подошвы, прижимает. То есть они не болтаются. Натираний при разноске и носке нет. Никаких местах. То есть сама форма и пятки сзади, и носка впереди. Все четко, все по размеру. У меня, кстати, 46 размер ноги. И как бы сами кроссовочки 46 размера. То есть все четко, ничего не болтается. В области пятки материал вытянулся назад. В результате чего получилось протирание пятки вот в этих местах на обоих кроссовках. Протерлись они где-то в период одного месяца активной носки. Подошва под пяткой продавилась месяца через три. Вот в этих местах. То есть как бы подошва приобрела форму пяточки. Но честно говоря, это создает дискомфорт. Потому что стальная поверхность подошвы всей, она равномерно твердая и нигде не смялась. Шнурки. Шнурки родные протерлись недельки через две. Быстро разлизлись. Но широкие кожаные лямочки позволяют вставить, заменить другие шнурки. Даже можно широкие сюда вставлять без всяких трудностей. Ну, собственно говоря, что я и сделал. Вот, кстати, вам пример. Вот примерно вот так же родные шнурки быстро потрепались. Отклеивание подошвы, несмотря на носку и зимой по лужам, и летом по солнцу. То есть нигде ничего не отошло, ни на носке, ни на изгибах. Все четко, проклеено достаточно качественно. Все аккуратненько. Сейчас хожу как бы по лужам. В принципе, высота подошвы позволяет ходить в демисезон, после дождей. Если аккуратно ходить, то ноги будут сухие. Протектор, сама подошва. Ну, вот, за 3-4 месяца каждодневного юзания по асфальту. Нигде не стерлась, нигде не смялась, не порвалась. Нет ни царапин, ни одного дефекта. Ни на одном, ни на другом. То есть подошву сделали, нижний слой довольно-таки качественный. В рези и песке сцеп хороший. То есть удобно ходить, по слонам лазить довольно-таки удобно. Нареканий нет. А вот на льду, как корова на коньках, очень скользко. По льду невозможно в ней ходить. Ну, если в общем, то довольно-таки удобные, комфортные кроссовочки выдались. Можно юзать примерно от плюс 10 до минус 15. В них комфортно. На ноге их по весу особо и не чувствуется. В общем, эти кроссовки, я считаю, стоят своих денег. Можно ходить. Я доволен. Спасибо за внимание.